Приветствую всех любителей саксофона. Подошел к концу третий этап нашего марафона по этюдам Боба Минзера. Этот этюд, в отличие от первого и второго, ушел от свинга в сторону фанка. И в каком-то смысле был даже проще, чем первые два, потому что фразы были короче, выучить их было проще, и, соответственно, результаты тоже лучше. Перед тем, как мы послушаем всех участников этого марафона, я зачитаю результаты и баллы, которые они получили. Напоминаю, что баллы – это совокупность оценок, которые выставлял Дмитрий Семенищев, Дмитрий Александров и ваш покорный слуга. А комментарии я читаю, которые оставил Дмитрий Александров, потому что они у него наиболее полные, и, мне кажется, они наиболее адекватно отражают позицию всего жюри. Итак, первый участник – Алмазкин Забулатов. Он получает 48 баллов. И вот что пишет жюри в лице Дмитрия Александрова. Присутствуют неточности в ритме, неустойчивая интонация в силу небольшого опыта игры. Следует обратить внимание, что исполнитель делает многовато подъездов к нотам, в оригинале их намного меньше. Однако, следует и похвалить. Слышно, что исполнитель не только послушал оригинал, но и попытался перенять определенные штрихи и манеру, и даже попытался сыграть мелизм в четвертом от конца такте. От себя лично я бы не рекомендовал настолько заламывать кистевой сустав левой руки, это сильно сказывается на работе пальцев. Не могу не согласиться с Дмитрием. Действительно, подъездов многовато. В оригинале их гораздо меньше. И это такой стилистический прием, который для фанка не очень характерен. То есть, для какой-то эстрадной музыки, такого, может быть, ресторанного толка, это часто встречается, но в фанковой, такой серьезной джазовой игре подъездов подтяжек гораздо меньше должно быть. Второй участник Антон Новиков. Он получает 53 балла. Немного не хватило манеры и четкости. Несмотря на мягкое звучание, все же стоит отдавать отчет, что этот этюд немного отличается по стилистике от предыдущих. Фанк подразумевает не только четкое начало звука, но и довольно внятное его окончание. Здесь у исполнителя присутствует много хвостиков в окончании нот, из-за чего, на мой взгляд, пропадает характер. Стоит отметить, что есть проблемы с интонацией, особенно си первой октавы. Довольно сильно выдвинут мундштук, это, как правило, не передает стройности звучанию. Чуть плотнее подача, чуть собраннее штрихи, чуть точнее интонации, будет очень неплохое исполнение для начинающего музыканта. Действительно, у вас мундштук Вандоран В-16, судя по золотому колечку, и он выдвинут почти на 2 сантиметра. В моей практике сантиметр даже, это уже многовато по пробке, а у вас очень далеко выдвинут, поэтому все немножко занижает. Третий участник Виктор Диденко, 62 балла. Весьма неплохая подача, манера и звук. Есть интонационные неточности, особенно на нотах ля и си второй октавы. Ритмические погрешности есть, но они настолько незначительны, что не вносят какого-то диссонанса в исполнение и звучат вполне приемлемо стилистически. В целом исполнение довольно хорошее. Соглашусь, мне тоже понравилось, как сыграл Виктор. И стильно, и это, ну, может быть, не совсем профессиональное исполнение, но очень близко к этому. Четвертый участник просто Виктор, который уже третий раз не пишет свою фамилию, но пусть будет Виктор. Он получает 64 балла. Участник продолжает показывать высокий уровень исполнения, однако, на мой взгляд, этот этюд выдался менее удачным, чем прошлый. Это исполнение уже нельзя назвать эталонным, в силу и ритмических неточностей, и тяжеловатых штрихов, и довольно напористого звучания, что в совокупности утяжелило исполнение. Однако, это очень хорошее исполнение в целом, и замечательно, что такие профессиональные музыканты принимают участие в этом челлендже. Это правда. Здесь собираются не только начинающие музыканты, но и профессиональные. Это, конечно, делает участие таким неравноправным, но, с другой стороны, всегда видно, к чему можно стремиться. Пятый участник Виталий Сердюк. Он получает 67 баллов. Немного не понравилась манера с прибиранием верхнего звука си второй октавы. Казалось бы, мелодия идет, идет развитие. Вот-вот, сейчас будет пик, кульминационные фразы и бац, провал в звуке. Это звучит немного странно, искусственно, и вибрато, на мой взгляд, слишком экспрессивное. Но исполнение хорошее. В целом, этот исполнитель продвигается по мере марафона, и каждое последующее исполнение становится чуточку лучше предыдущего, по моему скромному мнению. Мне тоже показалось, Виталий очень экспрессивно играет, в хорошей манере, а си, он как будто аккуратничает немножко с ним, берет его мягко, и для этого стиля вполне можно сделать на нем и ярче атаку, и более экспрессивно сыграть эту верхнюю ноту. Действительно, немножко стилистически не точно. В остальном, мне очень нравится, как играет Виталий, и больших ему успехов. Шестой участник, Кирилл Груснев, он получает 66 баллов. Я смотрю, что адепты китайской дурги не обошли стороной и Кирилла, и записали его в свои ряды. Звук это субъективное понятие на вкус и цвет, все фломастеры разные, поэтому не акцентирую внимание на нем. Звучит неплохо, это уже хорошо. Есть некая суета в исполнении, иногда играя чуть вперед. Есть интонационные неточности. Манера игры самого исполнителя довольно мягкая и спокойная в совокупности с остреньким звуком оставили довольно приятное впечатление. В целом, этот исполнитель, на мой взгляд, тоже лучше и лучше показывает себя в этом марафоне. Здесь я позволю себе не согласиться с мнением уважаемого коллеги. Мне кажется, что у Кирилла здесь очень хороший звук на этой китайской дурге. Это не потому, что я принадлежу этой же секции и тоже на ней играю, а просто объективно, ну или вернее субъективно, мне кажется, что звук очень приличный и приятный на слух, не очень резкий. Как раз вот эта мягкая манера Кирилла, она компенсируется ярким мостовым штуком и вместе получается очень красиво, плюс там явно положен небольшой ревер. В целом, звучание очень фирменное, поэтому я поставил хорошие баллы Кириллу. Следующий участник Дмитрий Дудрин, он получает практически максимальные баллы в сегодняшнем марафоне 71 балл. У этого исполнителя все замечательно, тут и сказать особо нечего. На этом этапе челленджа он мой фаворит, пишет Дмитрий. Незначительные интонационные неточности на паре ноток не портят впечатление, потому что все звучит в едином потоке. Отличный саунд, я имею в виду не только звучание инструмента, а совокупность звука, подачи, артикуляции. Музыкальная выразительность все в тему. Действительно здорово исполнено, и это профессиональный абсолютно музыкант, поэтому практически мы оцениваем свою коллегу. Все хорошо, Дмитрий молодец, я думаю, что вы и сами это знаете. Следующий участник Иван Газеев, 54 балла. Это здорово, что все больше и больше непрофессиональных саксофонистов присоединяется к этому марафону. Хочу поблагодарить этих людей за смелость и за устремление овладеть навыком игры на саксофоне. Что хочу сказать относительно этого исполнителя? Довольно сильные интонационные недочеты, допуская, что музыкант просто недостаточно точно настроился перед записью. Хотелось бы чуть более смелой подачи звука и более точной артикуляции. Мне понравилось, что Иван старается играть местами довольно музыкально и, что немаловажно, получает удовольствие от исполнения. Да, действительно, музыкант, очевидно, начинающий, но то, что он имеет смелость участвовать в марафоне и показывать свою игру, это уже хорошо и о многом говорит, поэтому Ивану успехов и всего наилучшего в его музыкальной судьбе. Ну и также продолжайте участвовать в этом марафоне. Я думаю, что к 15-му истюду вы уже будете прекрасно играть. Девятый участник Ирина Ершова. Она получает 54 балла. Новые участники это здорово. От просмотра этого видео у меня сложилось двоякое впечатление. С одной стороны, несовпадение пальцев и языка, ритмические и темповые неточности выдают начинающего саксофониста. Но с другой стороны, довольно приличная интонация, ненавязчивая вибратор и попсовый мундштук. А новички редко берут такие за сложности управления и напористого звучания. Короче говоря, довольно музыкальное неплохое исполнение. Есть куда расти, над чем работать. Я надеюсь увидеть этого исполнителя и всех, кто впервые присоединился к марафону в следующих турах. Да, я от себя добавлю, что я Ирину знаю, она профессиональная певица, поэтому, очевидно, с музыкальностью и с подачей у нее все в порядке. Но саксофон она осваивает относительно недавно, поэтому еще есть куда расти. Десятый участник Майя Азбукина получает 52 балла. Этот участник продолжает радовать нас красивыми локациями для записи видео. Но в этом кроется одна сложность. Строить саксофон на улице нестабилен, особенно в прохладную погоду. Если профессионал как-то сможет с этим совладать, то для новичка это критично. Старайтесь играть и слушать себя, почаще использовать тюнер, играть с ним длинные звуки. В плане артикуляции все тоже не гладко. У вас, видимо, не совсем правильное понимание как свингуются ноты. Еще было несколько моментов, когда атака языка была чрезмерной, эдакий недослэп. Обращаясь внимание на звукоизвлечение. Однако, несмотря на все гадости, что я написал, я должен сказать, что это исполнение этюда в этом туре удалось Майе гораздо лучше, чем предыдущие этюда. С чем могу ее и поздравить. Так держать. Действительно, соглашусь с Дмитрием, у Майи есть в звуке иногда слишком много атак. Для свинга это не характерно. Ну, фанк это не совсем свинг, но правила там работают те же самые. И ритмические, и артикуляционные. Поэтому, послушайте оригинал, обязательно и обратите внимание, как исполнитель делает атаки, где он касается языком, где он слеговывает ноты. Это очень важно. Следующий участник Михаил Чубарь, самый юный участник нашего марафона. Он получает тоже 52 балла. Михаил огромный молодец. Для своего уровня вполне неплохо звучит. Однако, в паре моментов мне показалось, а я надеюсь, что мне именно показалось, что исполнитель снимает верхние зубы с площадки. Ну, во время вдоха их убрать, это полбеды. Хотя я бы не стал брать дыхание путем поднятия верхней челюсти. Опустить нижнюю челюсть для вдоха мне кажется более рациональным. Но вот всегда ли Михаил успевает поставить верхние зубы обратно после вдоха, особенно в подвижном темпе, это вопрос. В целом, повторюсь, молодец, но напоминаю о том, что было сказано в прошлый раз. Кураж не должен мешать исполнению. Да, Михаил действительно начинающий музыкант, но он уже играет несколько лет. И для молодого такого участника действительно здорово. У него хорошая музыкальность. Я поставил ему хорошие баллы за кураж, за такую манеру очень яркую. И действительно, я заметил то же самое, что и Дмитрий, вот эти вот поднятия челюсти. Единственное, что не соглашусь, что и челюсть нижнюю тоже не надо сильно отпускать, вообще не надо отпускать. Она лежит все время на муштуке, вернее, на трости, а мы берем дыхание краями губ, таким образом минимально тревожим амбушюр. Я иногда позволяю отпускать нижнюю челюсть, и знаю, что так делают некоторые профессиональные музыканты, когда очень устают губы, и нужно поправить амбушюр. Это можно сделать, но если губы в порядке, еще не устали, то лучше ничего не трогать и играть максимально, держа губы все время у муштука, то есть минимум делать лишних движений. А верхнюю челюсть, конечно, совсем не надо поднимать, иначе теряется контроль муштука, и это просто не очень удобно, не очень полезно, и вообще такая достаточно дурная привычка. Так что, Михаил, обратите на это внимание. Ну и ждем, конечно, вашего попугайчика или у вас там кто? Канарейка. Вот, в общем, вашего канарейчика ждем обязательно в следующих видео. 12-й участник Олег Прус получает 51 балл. Этюд прозвучал более уверенно и целостно, чем предыдущие этюды у этого участника. Отчасти это связано с тем, что тут свинга мало, а много коротких фраз. Это и спасло. Но опять-таки не совсем верное представление о нужной артикуляции имеет место. В плане ритма уже получше, но есть над чем работать и проследите за интонацией. Отчасти это рекомендация для всех начинающих саксофонистов. Не пренебрегайте игрой длинных звуков с трюнером и метрономом. Хочу поблагодарить участника за целеустремленность и желание улучшить свои навыки игры на саксофоне. Соглашусь, Олег сыграл в этот раз лучше, но этюд тоже сам по себе немножко проще, поэтому, видимо, легче сосредоточиться на коротких свинговых фразах. 13-й участник Павел Никитин получает 49 баллов. У этого участника присутствуют все атрибуты начинающего саксофониста. И неточный ритм, а порой и вовсе неправильный. Неустойчивая интонация, артикуляция, на которой еще работать и работать. Но есть и множество положительных моментов. Упорство и настойчивость. Поздравляю с вашей случайной импровизацией. Желание научиться играть на саксофоне и смелость. Призываю всех начинающих саксофонистов не стесняйтесь своей игры. Все мы когда-то тоже начинали. Не боги горшки обжигают. Больше участвуйте в подобных движухах, развивайте, совершенствуйте свои навыки и все у вас получится. Не могу не согласиться с пожеланием Дмитрия. Павел, участвуйте дальше и развивайте, как музыкант. И наконец 14-й участник Сергей Мурычин получает 72 балла. Тоже очень хорошее уверенное музыкальное исполнение. Несмотря на пару раз уехавшую Си второй октавы и хвостики в окончаниях звуков мне очень понравилось исполнение. Видно, что исполнитель получает огромное удовольствие и сдерживается изо всех сил, чтобы не врубить импровизацию. Сергей получает 72 балла. Это наивысший балл в сегодняшнем марафоне. Таким образом у него первое место. Но это не означает, что он сыграл лучше всех остальных. Просто так сложились баллы жюри. Но сами понимаете это очень субъективные вещи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще раз хочу поблагодарить всех участников марафона, кто участвовал первый раз, кто уже продолжает играть, профессионалов и начинающих. Для профессионалов это практика, для начинающих это возможность выйти в свет, показать свою игру, получить рекомендацию у других музыкантов. Как говорит Дмитрий, вся эта движуха очень полезна для мотивации музыкантов, поэтому если вы еще не участвовали в первых трех этапах, вы всегда можете подключиться на четвертом или пятом этапе, до конца года у нас еще полно времени. Напоминаю, что в описании к этому видео будет ссылка на скачивание нот для альт и тенор саксофонов, скачивание минуса и плюса четвертого этюда. Ваше видео с исполнением четвертого этюда Баба Минзера присылайте мне, пожалуйста, на почту сакс-инструктор Собака Мэйл Ру до 23 октября включительно. Хочу еще раз поблагодарить участников марафона, вы делаете этот проект возможным. И отдельная благодарность, как обычно, патронам, которые поддержат мой канал на Бусти и Патреоне. Спасибо большое, друзья, и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok